...вот земледелец ждет только ценного плода от земли, и на него терпит долго, пока не получит равный дождь. Кто такой земледелец? Это тот, там дальше, кто съедет урожай. Вот можете опять это себе описать. Мы все из земледелеца, мы вот сеем урожай нашей веры, взращиваем ее, ну и получается работаем сплоченно. И этим урожаем является наше добро, служение в жизни других людям. Это мы сеем сострадание в жизни других людей, сеем финансами, сеем жизнью и временем. Вот такой земледелец может быть духовно на таком форме, если выразиться, и кем являемся мы. Иакова 5, 8, 9. Дал, потерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что при следствии Господь не приближается. Не седуйте, вкурайте друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Самое большое надо терпеть в жизни, я думаю, в вашем отношении. Потому что Иисус, когда пришел и сказал, любите друг друга, дал самую большую заповедь. Но это так очень трудно, терпеть друг друга. Но когда больше друг друга узнаем, тем больше приходится любить. Но несмотря на это, мы все равно должны идти верить и помогать друг другу. А Ефесянам 4, 2, 5. Со всяким смиренно мудрым и короткостью, и долготерпением, не сходя друг от друга, здесь можно подчеркнуть, чем любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, которые призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера и одно крещение. В прошлом у нас в воскресенье было крещение. Мы еще раз поздравляем Дениса, поздравляем Еву. Еще раз, вы молодцы, что вот этот шаг совершили, потому что это, я думаю, в сад самое главное... Где мы их вести? Вести. Это Соня и Соня. Ага, Соня. А я что-то думал, что не сломано. Ну да, я только фотографировал, как это смазывало, получилось. Фотографировал Соня, получилось, что Денис включил. Великолепска, я после служения. Согни. Вот. Это шаг такой, очень удобный для нас, для вас, для всех, когда мы вспоминаем, когда мы это лечение принимали. Это новое рождение, новое рождение, идти за Богом. Откликайтесь на нужды людей, поставляя плечо. Если видите, кто падает, придите на помощь, кому можно помочь. Кому можно помочь. Когда другие оставляют его. Запомните, нет незначительных людей. Есть только черствое обиженное сердце. Я много раз был обследован, я знаю, что кто-то принимает, кто-то одно, другое. И я много наблюдаю за людьми, которые скромные, сидят на задних кладочках, особенно по многим церквям. Они молятся, им дают служение. Обычно, когда они были грязненькие, помыть посуду, балы и что-то еще. Они безропотно делают. Но их незаметно. И когда кто-то приезжает в церковь, начинает говорить, какой он в служении, какой он мудрый, и начинает очень много говорить, ему, конечно, больше начинают доверие. Но потом, мы называем Россию, мы называем мир. Но эти люди потом через какое-то время не истают. А остаются те верные, которые сидят на задних кладочках. Я очень прошу уделять им особое внимание, особенно молитвенникам, старцам, которые находятся в этом служении, которые являются верными людьми. Люди нуждаются в любви, особенно когда их лучше и ее заслуживают. Чтобы узнать лучше человека, послушайте внимательно, что он любит или ненавидит. Болтливость притупляет две самые важные особенности – видеть и слышать. Старая мудрая сова сидела надумая. Чем больше она видела, тем меньше говорила. Чем меньше говорила, тем больше слышала. Не критикуйте, но с терпением слушайте и постарайтесь услышать чью-то нужду. Это азовоотношения. Потому что трудно иногда быть вместе, но мы должны развиваться в азовоотношениях и не только терпеть, но и любить. Это нужно терять себя. Свой адрес и никогда не принимайте критику. Если вы слушаете, вы служите. Даже если вы ошибаетесь, падаете, вы все равно обслужите. Я бы сейчас отверстию, скажу, не знаю, согласитесь или нет. Критика – это язык того. Это дьявол. Притикуют только нехорошие люди. А наставление? Наставление – это язык Бога. Можно также притча этого видеть. 29 раз написано слово «наставление». Ну, притча сейчас 23. И подзаптывайте, есть светильник и наставление сверхгенназидательного учения. Путь к жизни. Притча 9.9. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. А критики нигде не будет написано, но написано только наставление. Критика – это неизменная часть стремительного развития. Если голова ваша возвращается над толпой, ждите свою ядрость в больших митинге, чем конгроментах. Сатана всегда атакует тех, кто мешает ему больше всего. Бог всегда работает изнутри. Девок пытается произвести работу снаружи. Если кто-то умолит ваши достоинства, что значит, что он пытается? А что значит, что пытается, он уменьшит вас до своего размера. Всегда можно узнать неудачника по тому, как он критикует успешно. Те, кто может, делают дело. Те, кто не может, критикуют. Если вы боитесь критики, то умрете бездействием. Поэтому не принимайте критику, принимайте всегда наставление. Если вам были откаты сделать, с любовью. А кто говорит, что вы неправильно делаете вот это, вот это, вот это, вы можете это смело мимо ушей пропускать. А хотите узнать мудрость импеливого человека с утра, кто встает утром. И так-то и публики. Можете записать на обратной стороне, можете не записывать, но прослушайте. Ставлю ночной день с молитвы и чтения Библии. Скажу что-нибудь приятное, несколько людям. В нашем случае напишу в WhatsApp. Как хорошо, что есть WhatsApp, который может друг другу позадить. Но кто-то, как-то, не подключается, там всегда 2-3 человека, как-то успешную беседу друг с другом. Вот, а остальные все слушают и они просто подключают. Нет, ну здесь надо подключаться. Здесь надо благословлять друг друга. Потому что когда мы друг друга не видим, хорошо, что создана эта сеть. Вот себе это подъявол, отъявол, это все. Нет, мы же, наоборот, мы переписываемся, боремся друг за друга. И поэтому это качественная сеть, уже благословенная. Можете пользоваться этим. Так, сделаю что-нибудь полезное для другого. Не потеряю утром того часа, которому потом пришлось бы искать целый день. Проживу день так, чтобы завтра мне не пришлось просить прощения за мои сегодняшние действия. Место и время для того, чтобы быть счастливым, это сейчас и здесь. Не пройду мне по чужой нужды. С терпением буду преодолевать преграды, ведущие к моей цели. Буду оценивать свой день не по количеству соковного урожая, а по количеству семян, которые я обсадил. Яков 5, 10, 7. Возвращаемся к нашему стиху. Пример с вострадания до потерпения. Возьмите братья моих пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец слонного от Господа. Ибо Господь весьма, здесь можно написать, милосердно. Где-то следующий стих. Милосердно. И сострадание. Возьмите Иова, человека богопоязненного, богатого. И в одночасье он лишился здоровья, семьи. От этого он отреагировал на это. Он теперь его ждал. Когда все, в том числе друзья и жена, говорили, чтобы он побудил Бога, он все равно ждал. И верил, что Бог его исцелил. И вернет все. А если нет, то все равно пойдет к нему. Как он только это все перенес, я вообще не знаю. Иной раз, когда долго не получаешь исцеления, начинаешь очень роптать. И человеческая надува такая, что всегда начинается. А почему? А зачем? А для чего? Ну, может быть, так нужно. Расскажу свидетельства. Помните, был у нас весной пост. После случая я понял, что Бог всегда нас слышит. Когда вы, раз, сколько лет веришь или нет, приходят разные испытания, болезни, ты все равно веришь, стоишь. А здесь что-то произошло так, что я перестал верить. Почему? После 25 лет справедливо. У нас был пост 21 день деменера. Я присоединился к этому посту просто, 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 да, закомпанировал. Ну, что вообще, не было никаких. Перед этим я работаю на Кушенском вокзале, там диски свои водителям раздаю. И у меня пришла мысль написать книгу о чудесах Божьих, которые являлись в моей жизни, встречались. Наверное, они являлись, встречались. Вот. И, подходя к дому, я раздумывал, как, с чего же начать? Какое было первое чудо? Я не буду рассказывать о этом заговоре, но первое чудо мне было, когда я попялся, исцелил душу, когда я долго с детства постоянно болел. и с этого я хотел писать свое первое чудо. И, подходя к подъезду, на 9-й день, как раз этого поста, но меня пронзили уши. Я перестал слышать боль невыносимая, как будто мы мозгу еще там переворачивали. Я не понимал, почему. Что вообще произошло? Зачем? Столько лет не болели, столько пришло исцеление, круг опять это болеть не вернулось. Почему? И я задал Богу этот вопрос, почему ты принимал таблетки, сделал компресс. Уже такая боль была, что невозможно было терпеть, и у меня хотелось совсем трудовой битвы. Почему? Задавая твича уже, и дьявола гонял за это, все это в листе. И все равно не приходилось, результата не было, не приходилось исцеления. А наутро идти в церковь, я как раз просился с работы, думаю, почему, за что, зачем, и где. Ты всегда народ исцелял. Я открывал Библию, читая весь народ, и стал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила. Исцелял им всех. Бугаши из 19. Я от него даже потребовал. Господь, ты же исцелял, давай меня исцели. Ну я же, идет твой. И опять же, второе, так же, читая и муж даже провозглашаю, говорю, народ узнав, ну народ узнав, пошел за ним, и он приняв них, и следовал с ними, о царстве Божьем. И требовавших исцеления, исцелял. Полу 5, 9, 11. И требовавших. Я же говорю, ну я же правильно. Я же требую, ты сказал, я и делаю, и вот написано. Но исцеления не произошло, еще более, еще больше. Я думаю, ну ты согрешил. И вообще за что? Ну, а где, кто согрешает, там воруют, обманывают. У кого-то стерит игре, у кого-то нет времени общения с тобой. Ну, я бы с этим в порядке, может, там чуть-чуть не в порядке. Ну, почему? Что я-то сделал, что так? Опять эта болезнь вернулась. Взял гитару, начал прославлять, и все равно. Ну, думал, он меня не слышит, знаешь, и такой страх напал, что он меня не слышит. Я говорю, зачем мне столько лет вот это, и потом, вот это все случилось со мной, и я прошу его, а он никак не реагирует. После принятия лекарства, ну, там всякие разные, чуть-чуть боль утихала. И меня записнул страх, что, ну, обиды реальные, и безверие пришло, что, ну, как, я же прошу, я же требую, ничего не происходит. Странно все это. И вот ночь, сна нет, с претензиями, я шепотом кричал, я шепотом кричал, они говорят, что ты исцелил, черный, и так не можешь не кричать все это. И здесь под утро, не знаю, в полдремя, может быть, или во сне, я погрузился вот в этот сон, и увидел на потолку вихрь идет. то есть, ну, представил, не знаю, вот, не был там, варежем, а в крови, или что-то. Вот, и он меня понес, и вот, и внес. Я вижу небо, ну, уснул уже, небо, моля, песчаный берег, и вот ладонь зачеркнул этот песок, и подносит, он ладонь зачеркнул песок, и подносит его к лицу. И одна рука берет маленькую песчинку, и прозвучал полос. Я потом проснулся, я эти же слова записал, про которые я это слышал. Я прочитаю. Это ты, самая песчинка, которую взял и говорил. Среди большого количества песка я вижу все песчинки. Как бы тебе не казалось, что тебе невозможно на этом морском берегу увидеть одну песчинку, которой являешься ты. Я знаю каждую песчинку. И на каждую дуют ветра, омывает вода, идут дожди, наступает холода. Каждый имеет переживания, голод, невзгоды, болезни, страх, отчуждение. Но как каждый перенесет, зависит от него самого. Моя воля, чтобы каждый был спасен и зацелен, пережил достаток. Но порой грех отделяет и не дает приблизить меня к каждому. Моиси, возлюзмение на кресте, для исцеления от укусов змей, но только те, кто взглянули, были исцелены. Жаль от всех и дуют ветра на всех, на правильных и неправильных. Но лишь кто зайдет в дом, будет об этом высушен, а кто не захочет, будет мокрый. Не важно, сколько ты болеешь, важно, веришь, что ты, что ты целев. Я проснулся, записал эти слова, потом, подтверждение с Библией, засчитаю числа за 27 дней, и сделал мое сильное дно змея, и выставил его над знамя. И когда змею жалил человека, он сранил на бедном змея, оставался же. И Матфея 5, 45, «Да будьте сынами отца вашего небесного, ибо он повалевает солнцу своему восходить над зными и добрыми, и посылает дождь на правильные и неправильные». Эта ночь реально мне перевернула сознание. Под утром мне стало очень реально. Чушь в ушах продолжался, но более уже не было. Я понял, что я та маленькая песчинка, реально, которая знает Бог. И для меня это было удивительно. Он слышит, реально слышит, даже несмотря на то, сколько лет мы ходим в Боге, и иногда приходят вот эти испытания, и мы говорим, «Бог, ты не слышишь, зачем? Зачем это все допустим? Даже мы, верующие так вновремя». Для меня реально я сейчас по-другому размышляю, что Бог слышит. Даже если мы совершаем, он все и когда ему надо, он придет. Я его написал, потом как-нибудь, если Бог позволит, оттиражирую. А, я все равно верил, что Бог исцелит. Даже пришлось, если потерпеть, но это того стоит. Хотя с роботом и со всеми делами. Я даже не знаю, как Бог вообще выдержался и сказал, «Ну, что ты ропщишь? Ты же мой сын, а ты же ропщишь всегда». И как он до сих пор носит, по этой земле оберегает и стукнет, ропщишь на него. Вот мне было стыдно. Теперь я знаю, что если даже виноград плода не даст, если даже виноград плода не даст и машина поломается, работа не станет, ну, как тоже было, я знаю, все равно все вовремя даст. Посмотрите на обычных людей, на неверующих, как они терпением достигают своего успеха, и они оставляют после себя след. Несмотря на то, что их успехи для снижения являются временем, плодскими, материальными и земными, но они терпят полу. Реально, я смотрю на людей, которые не знают Иисуса, они все копают, землю готовы перерывать все, но достигнут своего успеха. Ну, к чему приводит это терпение неверующих? Оно ни к чему не приводит. Это все тремное. А к чему приводит терпение верующих к жизни? И получение звания, чтобы мы являемся детьми его. Если надежда неверующего основана на потерянных и земных ценностях, то наша надежда основана на духовных и небесных ценностях. Терпение запяливает характер, а скорби вырабатывает в своей безверии. Римнум 5.3.5 хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постражает, потому что любовь Божия издалась сердца нашей Духом Святым, данной нам. За терпение имеем славу и венец вечной жизни. Если терпим, то с ним царство будем, а если отречемся, то он отречется от нас. Иосиф в рабстве был 13 лет, он терпел. Моисей 40 лет водил, по пустыне терпел. И Эков работал на жон 20 лет терпел. Бывает, и мы молимся, и ответ приходит только через энное количество лет. И вот сегодня нас благословляли, спасибо большое за церковь, мы молились 8 лет из 10 за игрушку, конкретно за ребенка. И потом я уже смирился и говорю, не, я уже буду господь так служить, если нет, подумаешь, зато с тобой. А сейчас перестраиваться сложно. Смирился. Ну, все равно хорошо, когда я его выписываю, я вот жду отсутствия чувств, когда я приезжаю, но никак не приходит. Но знаю, что оно как должно. Я прям посмотрел, ну, знаю, он лег себе, да, как-то был. у Бога есть свои планы. Но знаю одно, он меня слышит все равно, и наш секс слышит. И будем терпеть до конца. Томас Эдисон терпел 9999 раз неудачу. Но на 10 тысяч не раз у него все получилось благодаря упорному труду и молитву. Я считал, что он был верующим человеком, и вот он не забрал лампочку. Не терпит не удачу тот, кто ничего не делает. Терпение это неотъемлемая часть нашей христианской жизни во всех сферах жизни. Как я уже сказала, рождение ребенка тоже надо продолжать и терпеть. Еще больше женщинам и потом воспитания. Все-все сколько всего сложно. Я хочу ответить на вопрос подальше вам подарю. Сколько раз упоминается терпение в Библии? 77 нет. Меньше? Меньше? 40 Меньше? 10 Больше? 20 Больше? 23 Меньше? 18 На тебе. А сколько раз долг для терпения? 2 2 2 2 2 2 2 Больше? Больше 2 Больше 2 7 Нет, больше 5 Меньше 16 6 больше 6 Больше 7 Больше 10 Меньше 8 Кто сказал 8? Саша, возьми, пожалуйста. 8 раз 8 раз Это 8 Почитайте и проверьте Да, можете прочитать и проверить. И последнее, как я уже сказал, 4 спасателей души ваши. Иисус пришел на землю, Он терпел, Он показал этот пример, и мы будем следовать, и что бы ни произошло с нами, не закреснула нас волна, вот этот 9 балл, или благословение, благословение тоже бывает, вы не падаете уже не часто, она это запреснет, миллион упадет, по голове, то есть, это будет, конечно, больно. Вот, или бывают болезни тоже. Я просто скажу, что всегда стойте, терпите, у нас есть призвание быть детьми, а это самое главное, Бог, самое главное, что Бог нас слышит. Будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Это пусть будет вам всегда в голове звучать, долготерпеливы до пришествия Господня. Не хватает терпения, вырабатывайте долготерпение. Долготерпение, оно навсегда, оно больше не очень что-то нету этих названий. Вот. И еще я последний, там человек, кто внимательно нас сегодня слушал, кто кому просто досунуло из стороны сердца, что-то нужно терпеть. Есть такое задание у вас, нужно вот сложить вместе вот эти слова, и кто первый, просто подойдите ко мне. Не кто первый, не кто первый, ко мне подойдите, я не знаю кто. Саша, Саша, вы права, Саша, спасибо вам. Держи, Саша, что беда пошла? И что, что у тебя написано? Терпит долго, тот, кто любовь и милосердие. Правильно, и я тебе передаю слово, тебе улов, милосердие. Это, сказать, покажите. Ты знаешь, я знаю, что ты сегодня подошла, и просто так, что ты завтра наверное, ты знаешь, я не понял, что я пересталю, что я пересталю, что я перестал, что я перестал, что я перестал, и будьте всегда милосердие, всегда дарить любовь, улыбку другим людям, просто отпусти это благословит, повесить, пишите, пробитаем, что вы отходите к нему, если вы утром, она поможет. будьте добры, будьте добры, любили, до происшествия Господня. Я хочу, чтобы пополиться за вас, благословить, и за кришки. Будьте добры, до происшествия Господня. Не забывайте, не забывайте, что он есть та наша награда, которую мы уже получили. Субтитры создавал DimaTorzok